Продолжение следует... Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о идее спасения и спасителя, которое для христианства является центральной, основной, основополагающей. Ещё какие слова придумайте! Потому что, как только мы сказали «Христос», мы сказали «всё!». Но это, конечно, зерно, которое требует своего раскрытия. Так вот, мне бы хотелось ещё раз вам напомнить, что сама идея необходимости спасения и пришествия спасителя присутствует, вы знаете, практически во всех народах. Исследователи религий самых различных, начиная с восточных культов, американских, северо- и южноамериканских, ну, европейских, уже дохристианских, то же самое всюду, оказывается, находят свидетельство о том, что во всех народах была идея, идея, что придёт вот тот, который спасёт мир. Но хочу вам сказать, что идея, значит, спасения, идея пришествия спасителя – всюду. Вопрос только вот к чему сводится. О чём думали люди? О каком спасении и о каком спасителе? Вот в лишний раз приходится убеждаться, что слово-то можно произнести одно и то же, а смысл может быть до противоположности различным. Помните, я вам приводил слова Сумарокова? То даром, что слова все точно ты нарёк, яви мне силу их и дух их точно. Стоит запомнить, действительно, замечательная мысль. Великолепно высказано то, с чем мы соприкасаемся, ну, просто постоянно. Так и здесь. Все ждали спасителя. Все надеялись на какое-то спасение. О чём идёт речь? Это вопрос, я вам скажу, чрезвычайно важный, поскольку речь идёт, я вам сказал, что речь идёт о дохристианских временах или религиях, которые были до христианства. Увы! Что вы! Человек не меняется, и история с человеком остаётся одной и той же, начиная, видимо, от самого Адама и до конца мира. Всё повторяется. Сейчас нисколько не изменилось отношение к этой идее. Она присутствует всюду. И, к сожалению, всё в том же характере, в том же содержании, которое имело место и во всех практически дохристианских религиях, во всех людях нехристианского сознания. Одна и та же. Эта идея вам прекрасна, понятна. Понятна не только по истории, конечно. А, например, мне она очень понятна по моему состоянию. Мне что нужно? Хлеб и зрелищ? И больше мне ничего не нужно. Разве непонятно, что мне, какой мне спаситель нужен? Избавить от болезней, правда? Так? От работы? Ох, какое блаженство, конечно! Ну, от экзамена и зачёты, само собой, разумеется, правда же? Вот такой бы нашёл спаситель. Вообще, был бы верх совершенства. Всё понятно. Это вот все те искушения, с которыми дьявол приступил к Христу, после сорокодневного поста. Вот оно, что брежет, присутствует и является главным содержанием человеческого сознания. Если вы посмотрите на те примеры, о которых я сказал, что вы хорошо знаете, а я-то не знаю, так, на этих спасителей, вроде Митры, там, Геракла, так, героев самых различных в разных народах, то увидите, от чего они спасают все? «Только от земных бед». Только. И ни о чём больше и думать не хотят. Даже, кажется, буддизм, где идеология, то есть назвать религией, ну, невозможно, там же Бога-то нет. Да. Так, даже это мировоззрение, скажем, таким образом, которое, кажется, отрешается от материализма, того грубого материализма, который пронизывает в основном всё подавляющее большинство религиозных и тем более нерелигиозных концепций, даже там задача-то стоит. В чём? Пожалуй, ничуть не лучше. Там вообще уйти из бытия. Вообще. Угошение. Слово нирвана, вы помните, это угасание, угошение. И чем более угасает наше сознание и наша душа, тем более мы приближаемся к заветной точке своего существования. Вот такова, друзья мои, ситуация. Значит, мы видим, если сопоставим эту идею с тем, о чём говорит христианство, то мы видим вот такую полярность в понимании этого важнейшего вопроса. Важнейшего вопроса. О чём говорит христианство? Мы с вами говорили, будем говорить, непрерывно будем повторять, чтобы где-то такой в какой-то кусочке извилины там всё-таки застряло что-то, какая-то информация. Христианство тем отличается от всех других мировоззрений, что обращают внимание не на окружающий мир, от этого, знаете ли, нашести всех печалей и скорбей, которые двигаются на человека, а говорит, что человек есть центр всего этого существования, всего этого мира. Слышите? Он центр. Как вот мотор в машине. Он центр. От его состояния всё зависит окружающее. Вы слышите? Всё. Не только социальные какие-то проблемы и политические. Нет-нет. Нет-нет. Экологические, природные, сами природные законы, законы природы, оказывается, находятся в прямой зависимости от человеческого состояния. Кстати, обратите внимание, что Христос в Евангелии одним из признаков приближения и кончины называет, помните, глады, моры, землетрясения, вот эти все, так сказать, экологические катастрофы, как сейчас бы мы выразились. Помните, помните, он называет это. Но когда их не было, они всегда были. Но обратили внимание, что сейчас постоянно повторяется, этого не было уже сто лет. Этого вообще метеорологи никогда не наблюдали. Такой силы ещё не встречалось. Вы слышите? Причём такое увеличение, обратите внимание, такое увеличение экологических катастроф, это поразительно, оно прямо нарастает. Как не включишь радио, я почти каждый день включаю на 10 минут. Правда, там целых 3 минуты последнее известие, а потом спорт. Кто сколько десятков миллионов, за сколько он продался. То есть его купили. Да, за сколько десятков миллионов. Ну, слушай, самое главное же у нас в жизни что? Ну, конечно, раз непонятно. Самое главное – развлечение. Так вот, постоянно только и слышишь такие вещи. Причём по всему миру это идёт. Неправда. Христианство обращает внимание, утверждает, говорит о том, что это есть истина, что человек, его духовное состояние определяет состояние всего окружающего мира. Человек. Причём? Вы скажете, как человек? Один? Видели, какое дело? Один, может, значит, но не столь решающим образом. Но когда не один, а несколько, когда тем более много, когда тем более всё человечество заражено одним духом, тогда всё ясно, что будет. Если вы обратите внимание, обязательно обращайте внимание, чем живёт современный мир, то вы прекрасно поймёте. Прекрасно поймёте, чем живут. Это эпоха лжи, эпоха разврата, эпоха обмана, эпоха наживы. Всё. Уже когда-то апостол писал их бог чрева, это верно, но уже до этого не на первом даже месте. Что вы! Есть, как говорят, и похуже, и поглубже. Вот какие вещи. Итак, когда христианство говорит о спасении, то оно говорит о самой важной и, кстати, самой невидимой идее. Это духовное состояние человека. Вот о чём оно говорит. Только посмотрите на все эти конференции христианские, межхристианские. Ну, что творится-то? В ни одной конференции о насущных проблемах духовной жизни сегодня. Ну, ни одной. И колонии, и политика, и спорт, и культура, и чего только нет. О чём угодно. И молодёжь, и воспитание, и образование. Ну, прям мы готовы весь мир сейчас перевернуть. И говорят, и говорят, и говорят, и собираются. А воз, и ныне там. Потому что забыли, что тормоз нажат такой, с которого с места не сдвинешь. О духовной проблематике ни слова. А если употребляют слово духовное, то посмотрите, в каком смысле вы за голову схватитесь. Духовное как раз это и есть образование. Наша школа какая? Духовное? Духовное? Серьёзно! Никогда не ожидал. Ну, ещё богословское чуть-чуть можно назвать. А духовное, извините. Чё, вы все занимаетесь непрестанной молитвой, да? Какими-то подвигами? Серьёзно? Ох, как интересно! Я никогда не знал. Я давно её, наверное, кончил. Что вы! Я помню, в конце 19 века один писал, монашество из духовных школ никто не принимает. Если принимают, то из гимназий, из университетов кто-то идёт. Но что вы, из духовной школы? Вы что? Это редчайшее явление! И верно, когда Михаил Грибановский в Питерской академии принял монашество, это было, знаете, событием необыкновенным. Ну, ещё, если вы посмотрели, как описывает Вениамин Фетченков, митрополит, какая атмосфера была в духовных школах, то вы бы подпрыгнули под потолок, пришлось бы вновь ремонтировать. Чудо! Видите, даже когда употребляется слово духовное, то только руками разводить приходится. Какая там духовность? При чём тут? Ещё раз повторяю, христианство утверждает, духовность – это подобие Богу, который есть Дух. В чём? В святости. В святости. А не в том компьютере, который можно набить, который называется нашей головой, и набить всякой всячиной. и хороший, и худой. А результат? Но и в ковчег, где всякой твари помнить, и чистые, и нечистые. Как древо познания добра и зла. Но нет бы добра, но нет бы зла, всё было бы хорошо. Нет добра и зла, всё перемешано. А в бочку мёда достаточно ложку дёгтя, говорят, чтобы испортить. Итак, вот эта идея, идея спасения присутствует, да, во всех религиях, если хотите, не только религиях, во всех мировоззрениях. А сейчас весь мир о чём только и говорит. О чём говорит? О спасении. Просто иногда прямо называют это слово, иногда, знаете ли, так звалированно, а только и твердят о спасении. Только отчего вы все прекрасно знаете и повторять нет необходимости. Какое-то помрачение ума. Все же утверждают, все катастрофы, все кризисы, которые сейчас налицо, носят, извините, выражусь уж иностранным словом, хотя, как вы видите, я не люблю иностранщину, да, антропогенные, то есть порождены человеческой деятельностью. Все порождены человеческой деятельностью, ни тиграми, ни медведями, ни комарами, ни блохами, человеческой деятельностью. Это очевидно, да, утверждают и несместный, и точка, и точка. Переносит это на внешнюю деятельность человека. Вот так, друзья мои, в чём проблема, так сказать, когда мы касаемся, уже пытаемся понять христианское, христианское понимание этой идеи. Ну, хорошо. В язычестве, кстати, под язычеством я недавно вдруг неожиданно в разговоре с одним встретился, оказывается, под язычеством, понимают, только вот тот, знаете, древний политеизм, многобожие там и прочее. Да нет же! Ну, что вы! Это узенький, один только спектр. Нет! Язычество, как вы помните, само происхождение этого понятия, это евреи называли всех тех, которые не принадлежат к иудаизму, все народы те были языки, то есть народы, языки, и отсюда все их убеждения и верования назывались языческими. А эти убеждения были самого разного порядка. Сейчас постепенно расширилось, если в те времена все народы были так или иначе верующими, так, то затем из-за некоторых процессов, которые произошли, так, появился даже атеизм. Кстати, сатанизм был и тогда. Сатанизм как культ сатаны. Появился атеизм, так, что к язычеству относится. Атеизм – это язычество. Сатанизм – это язычество. И все прочие направления. Это всё язычество. Надо же это понимать. Так вот, вопрос, значит, в чём же? Хорошо. Они говорили и говорят о внешнем спасении человека. В смысле, от внешних всяких бед. Ну, и главная беда, конечно, какая? Ну, смерть. Все понимали, что, да, невозможно, но строили прекрасный мавзолей, какой-нибудь Тадж-Махал. Так, которым можно любоваться. Ну, и похоже, конечно. Всё было. Но от этого никуда не убежишь. А что же христианство? О каком оно спасении говорит? Ну, хорошо, о спасении от страстей, от болезней духовных, от смерти. А что тоже предлагает христианство? Интересно. Если вы просто скажете, ну, вот, Христос пришёл, пострадал, всё, скажут, ну, и что изменилось? в чисто внешней ситуации существования человеческого общества ничего не изменилось. Войны, насилие, эксплуатация, обман, ложь и прочее как были, так и остаются. Правда, появлялись и оазисы некоторые, и подчас замечательные оазисы в отдельных народах, в отдельной эпохе. Действительно были просто оазисы настоящие. Но перед лицом всего глобуса, то есть земного шара и всех народов, это, конечно, был ничтожный процент. Вот. А что же сделал Христос? Как Он избавил человечество и избавил ли человечество от того, значит, что нацелена вся, вся его деятельность и главная жертва. Вот так. Вы думаете, я сейчас вам скажу? Ни за что! У нас об этом будет отдельная тема. отдельная тема. Вот тогда поговорим. А если то, что вы будете всё знать, это нехорошо. Вот так, учтите. Пусть будут и тайны некие. А сейчас я поговорю о другом. Я вам сказал о Спасителе. И вот, ну, невольно хочется сказать хотя бы несколько слов о такой теме, которая интригует. Ой, и только вот сейчас, если, знаете, объявление повесить где-нибудь в Москве, что в таком-то Доме культуры состоится лекция, ну, такого-то сякого и не мазанного, неважно кто, неважно кто. Да. Тема Антихрист. Всё. Кремлёвского дворца съездов не хватит. Не хватит. Ну, что вы! Все ринутся. И рядом, рядом повесить объявление тоже. Тема Христос. Никто и не придёт. Кому он нужен служить? Ну, что вы! Ничего себе! Чего, Христе служить лекциям? Это смешно! Антихрист! О! Правда, интересно? Чувствуете, какова наша психология? Чем мы живём? Вы думаете, серьёзным, серьёзным интересом или любопытством? Ну, любопытство, конечно, превыше всего. И вот через это можно даже понять, чем мы напичканы, каково состояние нашей души. Скажи, Антихрист, и ринулись. Скажи, Христос, и никого нет. Это просто такая маленькая лакмусовая бумажка. Я думаю, что я в данном случае нисколько не ошибаюсь в этом, так сказать, ну, что ли, видении подобной ситуации. Но всё-таки я несколько слов скажу сейчас просто по знакомству, поскольку с вами мы уж не так часто видимся, и не поделиться с вами нельзя, конечно. Скажу о чём? о том, что вот то изображение спасения, о котором мыслит нехристианство и Христос очень точно подходит под краткую формулировку Христос и Антихрист. Верно. Верно. Как помните, не раз уже приходилось говорить, Христос ни от каких внешних не только не избавил бед человечества, но самое ужасное, я не знаю, современное христианство уже восстаёт, но восстанет ещё сильнее, уже открыто восстанет в своё время, ещё немножко осталось, наверное. он даже вопросы не поставил об избавлении человечества от этих внешних нестроений жизни, политических, социальных, экономических. Даже вопросы не поставил. А там, где и говорит, то точно наоборот. Говорит о рабстве и не упрекает рабовладельческий строй, вы подумайте. Говорит о князьях, царях и прочее, и ни слова не говорит в то же время, в каком состоянии находятся другие люди. Это поразительно. А если взять ещё апостолов, то тут вообще всё, всё. Это люди, которые не заботятся о благе человечества нисколько. Нисколько не заботятся. Вместо того, чтобы развивать, развивать культуру, понимаете же, правда же, это же самое главное же, правда? Менять социальный строй, политику, бороться с эксплуататорами, вплоть до крови и до убийства бороться, как есть такое богословие освобождения, есть такое, оправдывает революции. Есть богословие революции, слышите? Это в христианской среде, не подумайте, какое-то богословие революции, богословие освобождения. Это появилось, оно в латиноамериканских странах, где-то в Бразилии, в Аргентине, что ли, к нам приезжали однажды даже руководители этого богословия. Так вот, Христос не поставил даже проблемы и апостола, фактически даже оправдал, ну, рабство. Ну, оправдал чем? Не тем, что говорил, что это хорошо, а говорил, что отношения между рабом и рабовладельцем должны быть христианские, но ни слова не сказал о том, что надо прекратить это дело. Проблема, значит, какая? То, что мы называем антихристом в общем смысле слова, это полное, полный уход от Бога. – Что значит от Бога? Нельзя же вряд ли словами. От идеала святости, слышите? От идеала чистоты, от идеала истины, вы слышите от чего? Как мы сказали Бог, мы говорим святость. Вот уход откуда. Никакой. Наша цель другая. мы должны достичь вечной жизни на Земле. Кстати, современная наука в этом отношении, генетика, продвинулась, продвигается, кажется, очень быстро. Мы приближаемся к тому, что скоро своим генофондом будем манипулировать так, что и не знаю, какого человека выведем, то есть не человека, а какое существо выведем. Вся суть только вот открыть, ещё там немножечко открыть, ещё уже многое открыто, но главное, главное, советное цель найти ген смерти, точнее, ген старости. От смерти никуда не убьёшь, если прибьёт, так никуда не денешься. Ген старости найти вечно молодым, вечно жить. Вот она заветная мечта. Недавно я сказал об одной артистке, ей уже за 60-е, говорит, нет, я вечно буду молодой, я не сдамся, не сдамся, уже операции, её перетянули кожу, что только не сделали бедные, такая мученица, ой, её прямо канонизировать надо бы живьём, я вам скажу, вот кого надо живьём канонизировать, а не некоторые там, которые мечтают об этом, богослово. Её бы надо канонизировать, но, правда, раз и умерла, представляете, вот искушение-то, заболел, причём, не вынесло, видимо, всех этих манипуляций. Да, мечта, конечно, в этом вся суть, если хотите, идеологии антихриста. благо в этом состоянии, слышите? Я не просто говорю благо на земле, нет, а вот в этом, в нашем состоянии, в состоянии каком? В состоянии, когда вся душа наполнена всеми страстями, только покопаться стоит. Как помните, образ хороший, кстати, на проповедь используйте образ, лужица, подходите, ой, красота, кристальная, блестит чистотою. Возьмите палочку и пошевелите. О, ужас! Муть какая! Так и мы, так и мы, очень хороши, пока спим. Стоит только пошевелить, заденьте моё самолюбие и прочие страсти, тогда узнаете, что это такое, какая лужица, какая водичка отличная. В отношении Антихриста я много не буду говорить, потому что вот в этой книжке есть книжка какого-то Осипова «Путь разума», точнее, наверное, может быть, безумие в поисках истин. Потому что разуму нечего искать, правда? Он и так разумный. Поэтому он, с моей точки зрения, ошибся, когда назвал так «Путь разума в поисках истины». А вот здесь есть действительно параграф, который я сейчас открыл, параграф Антихриста. Здесь приводится, знаете, он разбирает здесь кое-какие вещи. В частности, говорит, что Антихриста-то давно ждут. Причём, ждут не как-нибудь, а реально ждут. Он придёт когда? Перед концом мира. Помните, в 1492 году Пасхалия окончилась. Пасхалия, вычисление Пасхи. На 1493 год уже не было. Не было уже. В следующем году уже Пасхи не будет. Почему? А 92 год – всё, конец. 7 тысяч лет и стекло. Начинается 8 тысяч. Всё. А 8-я – это что такое? Это уже вечность. Ожидание было, видите, какое сильное? Мне же Пасхалия даже не исчислялось. Подумайте только. Вот всё наше церковное сообщество, вся наша церковь как мыслила. не удивляйтесь по этому последующим событиям, которые произошли в истории нашей церкви. В конце 16 века церковь обладала третью всех земель в государстве российском. Монастыри обладали колоссальными землями, поместьями, усадьбами. Колоссальными. Монахи спорили с мужиками. Зачем в нашем пруду рыбу ловите? Зачем в лесу лес рубите? Почему мало оброку даёте? Ну, в общем, отречение от мира такое было хорошее. С мужиками и бабами, естественно. Ну, всё как положено. Что вы? Вы думаете, случайно произошёл раскол в 17 веке? Что вы? Разве не помните, как победил иосифлянство? Не Иосиф, а иосифлянство. Когда в ответ Нилу Сорскому преподобному на то, что монахи должны пользу только самой иметь необходимое, никакой роскоши, о злоте и серебре даже речь не могла идти, ни о какой красивой одежде, ни о каких милостынях бескрайней нужды, ничего не принимать. Отречение должно быть полнейшее. Не помните, что ответили ему? Ты, Нил, ошибаешься. Если так будет, нет, кто же тогда из бояр пойдёт в монахи? Никто не пойдёт. А кто ж тогда епископом будет? Некому. А не будет епископ, не будет церкви. Ох, Нил, какую ересь ты проповедуешь! Так Нил был посрамлён в 1503-м, в 1505-м годах, когда были вот эти трагические, я бы сказал, соборы. И дальше пошло. Раскол 17-го века, закономерное следствие. Пётр Первый, прямое, вот оно, кристалл, появившийся на этой почве. Пётр Первый, о котором Константин Аксаков писал, Вся Русь, вся жизнь её доселе Тобою презрена была, И на твоём великом деле Печать проклятия легла. Видите, какая была ситуация? Всё не так просто, как может нам показаться, когда мы грезим какими-то былыми временами. Да, всё не так просто. Так вот, Антихриста-то, видите, если уже конец века, следовательно, Антихрист должен прийти. Где он? Ух, сколько их находилось в нашей истории! Полно! А уж когда наступил 1666 год, ну, тут вы сами понимаете, тут всё уже! Всё! А когда Пётр Первый, ну, тут само собой понятно, а кто же это ещё? Само собой понятно! Или когда наступила революция, я слышал, да, Ленин, оказывается, это Антихрист. Я говорю, а может Сталин? Нет-нет, Ленин. Я говорю, почему же? Ну, и началась философия, конечно. Ну, чего только нет! Поэтому в наше время, я вам скажу, когда эти настроения опять поднимаются, это время от времени так и идут эти колебания. Очень важно для нас с вами указать на объективные признаки его явления. Объективные, слышите? Не потому, что мне кажется или такое впечатление, а есть объективные, это какие признаки? Те, которые мы можем почерпнуть из Священного Писания, из Евангелия. Вот тут в этой книжке тут приводится «Восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения, и так далее, уныние народу, недоумение, ну, то, что я сейчас сказал, всегда было, всегда было, но сейчас, наверное, все-таки далеко не всегда это было, то, что происходит, что идет усиление всех этих явлений, и военных, кстати, и экологических, то, то действительно задумаешься. Причем, что дальше говорит? Люди будут издыхать, ой, как некультурно сказано, вы знаете, все-таки, вы знаете, у вас Евангелие есть, вы исправьте там. Ну, что ж это такое-такое? Люди издыхать, люди умирать будут, правда же? Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. То, что приближаемся мы к этому, это совершенно очевидно. Это совершенно очевидно. Одна эта генетика, наверное, с ума сведет эти достижения, научно-технические достижения. Блестяще звучит. Когда что хотят сделать из человека? Когда это чипирование, которое сделает каждого человека, слышите, подконтрольным, подумайте только, все до единого будут подконтрольны. Сказали слово, но фиксируется. Полностью подконтрольны. И, естественно, где контроль, там и управление. Надо же это понять. Это же не просто контроль бесстрастный, конечно, и управление. То есть подчинение. Идем к этому? Да. Компьютерные технологии сейчас уже, уже обещают, что примерно к 20-му, может быть, начало 20-х годов эта чипизация должна, уже, так сказать, произойти. Ну, не знаю, радуется, что они, они не пророки. Они исходят из, таких, из перспектив развития. Ну, неважно. Ну, 10 лет, ну, 15 лет, но это уже, это идет, этот процесс. Вы видите? И действительно не очень это приятно будет, находиться под постоянным контролем. Да еще будут внушаться, Бог знает что. когда еще деньги сейчас уже выходят из употребления, уже во многих западных странах уже практически, скоро вообще не выйдут из употребления. Это скоро наступит. Мы окажемся, все люди перед чем? Что у вас там на чипе записано? Вы что там, начинаете протестовать против чего-то? Вот вам и нуль. пришли в магазин с портфелем и вашему доценту нуль, доценту, то есть, извините, я начал за здравие и кончил за упокой, да. Нуль. Ух! Во власть начнется! Красота, да и только! Полная власть! Централизованное управление каждым человеком. Вот. Какие еще признаки я просто хочу перейти? Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящий на святом месте, видите, еще один признак его пришествия. Когда увидите мерзость запустения, все думали, что это вот то, что в советское время там в России, в России. Ну, всегда мы думаем больше всего о себе и о своем. На самом деле, посмотрите, какая мерзость запустения идет в христианском мире во всем. Действительно, мерзость идет из запустения. Это всюду. Но самое печальное, конечно, учтите, что теперь ни одна мерзость, которая там на Западе есть, не может быть удержана на границе. Нет границ. Они же сюда лезут, лезут и прут. И у нас уже во что превращается это? Какие зрелища, на которых присутствуют и священники, и монашествующие? Какие концерты, рок-концерты, в которых опять-таки участвуют христиане? Потому что я не говорю, рок, а говорю, да, такой тяжелый рок, это же мерзость ужасная. Я говорю, я когда в Америке открыл однажды эту дверь, посмотрел, это какой-то кошмар. Это дьявольщина, настоящая дьявольщина. И нет, идет пропаганда настоящая. А музыка обладает сильнейшим воздействием на психику человека. Без слов, без убеждений. Одна музыка. Одной музыкой можно душу полностью извратить. Расстроить. Как прекрасная музыка создает некий мир, успокоение, если хотите, даже радость, то здесь это возбуждение нервов, психики. Люди буквально с ума сходят, как сумасшедшие становятся. Понимаете, что внедряется. А молодежь? Такие, 15-16 лет. Кто они? Птенцы. Птенцы. Мода. И всё. А куда они от моды денутся? Никуда. Конечно. Или девчонки. Я жду, когда они галяком вообще ходить будут. Мода. Вот, мне кажется, что скоро это будет уже. Уже ходят выше крыши снизу и ниже, да, сверху. Уже всё. Уже бедные. Так бы во веки веков ни за что бы. А мода. И ей надо тоже так ходить. О, го рабы! Вы подумайте, какое рабство! Вот это рабство! Это ещё до чипирования такое рабство. А что же будет, когда оно наступит? Мерзость действительно из-за пустения, которое движется в том числе и на нашу землю. Восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамени и чудеса, чтобы прельстить если возможно и избранных. Я вам скажу, это может быть один из самых таких признаков удивительных. Великие знамени и чудеса. Слышите? Я просто удивился. Великие знамени и чудеса. Действительно. Чего только не происходит сейчас. Чего можно только не услышать. И течёт, и благоухает, и, не знаю, и по крышам ходит. Богоматерь уже по компьютеру там, он в Вене. Уже, пожалуйста, положите вещи перед компьютером, и Богоматерь их своей благодатью насытит, и вы как будто с ней соприкоснулись. Я вам рассказывал это в Австрии об этих явлениях. Чего только нет! И вот до чего мы падки все! И чего падки мы! Ну, особенно, извините, женщины, да, вы простите меня, но действительно не особенно! Где чудо всё! Всё забросит и побегут! И не думает о том, что при чём тут чудо! Ты вся вся в зависти поделенела! А чудо давай! Вы понимаете, извращение какое мысли! Это жажда, поразительная жажда чудес! Причём, какая-то беда, я вам скажу, это очень дело серьёзное. Я вам сейчас зачитаю, что пишет Игнатий Бринчанин, вы послушайте, как он пишет, люди, потеряв смирение, признающиеся недостойными, не только совершать знамени, но и, видите, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Это в середине XIX века. А сейчас жаждут более, чем когда-либо. Послушайте дальше. Люди в упоении самомнением, самонадеянностью, невежеством, особенно подчёркиваю, стремятся безразборчиво, опрометчиво, смело ко всему чудесному. Ко всему чудесному. Принимают, просто всё глотают. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы приближаемся, вот вам прям пророчество, это умный человек был, мы приближаемся постепенно, постепенно к тому времени, в который должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес. Пусы, должно открыться время поразительных и многочисленных ложных чудес, увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Друзья мои, это надо просто знать, как важно, когда нас предупреждают о чём-то. учтите, вот лучше вам туда не ехать. Ожидает вот то-то, то-то и то-то. И когда мы потом, не поехав, узнали, что там произошло, говорили, спасибо большое, от чего ты меня избавил, какое тебе спасибо. Предупреждение евангельское дадут великие знамения чудеса. Ну, как бы это взять нам в голову, когда мы услышим о чудесах? Как бы принять это, понять это, уберечь других людей? Не бросайтесь вы за чудесами! Не чудесами мы спасаемся! Ну, что вы! Я могу насмотреться миллиона чудес и остаться тем же бесоподобным человеком. Бесоподобным человеком со всеми этими чудесами. Недаром преподобный Иоанн Кассиан говорил, чудеса, вызывая удивление, мало способствуют святой жизни. Так оно и есть! Так и есть! И Евангелие изображает нам это. Сколько чудес! Сколько чудес! И многие ли обратились? вот это серьёзный признак насчёт чудес. Сейчас много их, значит, будет ещё больше. Нужно быть готовыми к этому. И это признак, слышите, это признак приближения явления Антихриста. Это один из признаков. И, кстати, такого обилия всяких вот явлений необыкновенного порядка, как сейчас, действительно, это давно не было. Поразительные сколько всяких явлений. И с иконами, и не с иконами. И там и знаки на спинах, и на лицах. Да. И что творится эти полтергейстеры, эти на квартирах, и мебель летит, и ножи, и топоры, я не знаю, что. Причём это очень же много, причём никто не застрахован. Вдруг появляется в квартире и началось. И началось. Не знают бедные люди, что буквально делать. Никакое освещение квартир не помогает. А, кстати, обратите внимание, мы опять осветить квартиру. Не мне осветиться, а квартиру осветить. Вы слышите, как ловко мы действуем? Умный в гору не пойдёт. Умный в гору обойдёт. Правильно. С какой, кстати, мне меняться? Я квартиру освещу? Вот это да. Да. И не помогает. Ах, 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 что же делать-то? Осветил квартиру, плохой, наверное, батюшка. Чего-нибудь пропустил, наверное, какую-нибудь молитву. Или не так покропил. Не во все стороны. Вот какие мы. Прямо, вы слышите, это поразительный примитивизм. Это сознание какое-то, ну, детское, детское сознание. Не во мне, оказывается, причина, а в квартире. Что только творится, да. Так вот, друзья мои, это один из очень серьёзных признаков, о которых современному человеку, ой, как бы надо знать. Как бы надо помнить. Ну, и, конечно, самым таким явным признаком, конечно, будет, когда уже вдруг объявит, объявится этот гений человечества. Произойдёт объединение всего земного шара в одно государство, как написано, и придут все народы и поклонятся перед ним. Все народы. Зосима Соловецкий, кстати, писал, я вам процитирую, и сами прочтёте, конечно, да, но когда услышите, что пришёл на землю или явился на земле Христос, слышите, то знайте, что это Антихрист. Как интересно! Услышите, что пришёл Христос, а знайте, что это Антихрист. Почему? Господи, толко ли открыть Евангелие, посмотреть? И Господь говорит, и апостолы говорят, что пришествие Христов будет как молния, моментально, вдруг, как сеть найдёт на лицо земли. Они так услышите, ах, да, наконец избрали всемирного царя, помазали, кто? Все религии и перепомазали. Помазанник будет такой, только держись. Да. Всё. А коль помазанник, значит, сами понимаете. И вот этот обманщик и негодяй сядет в храме Божий, выдавая себя за Бога. Ну, как же? Христос же Бог. И, естественно, поклонение Ему там кланялись христиане ошибочно две тысячи лет Ему, как Богу, Он и будет и объявит Себя этим. И Ему поклонение начнётся. Вот, когда от человека будет зависеть, принять или не принять Антихриста, вот где Он покажет себя. А мы, опять-таки, очень ловко это подменяем. Шестёрки – всё. Там в штрихкоде шестёрки. Всё. Примешь штрихкод? Принял Антихриста. Ай-яй-яй. Давайте тройки напишем. Будет с честь Святой Троицы, да? И сразу спаслись. Это такой примитивизм, слушайте, это что-то такое умопомрачение какое-то. Ну, семёрки, если уж вам тройки боитесь, да. Семь, 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 семь. Ай-яй-яй. То, что действительно для сатанистов шестёрки цифры очень возлюбленные, в этом сомневаться не приходится. Потому что можно было в эти коды любые цифры бы поставить, как говорят компьютерщики, любые, но они предпочитают шестёрочки. Ну, ещё бы. Почему? Помните Соломона, когда Израиль был в потрясающем блеске, господстве, славе и богатстве? Ежегодно Соломон получал ежегодно 666 талантов золота. О! Слышите? Что такое шестёрки? Это символ чего? Потрясающего изобилия всех плах, какие только можно себе представить. Вот оно, вот оно вожделенное. 666. Это знаете, сколько? Это более 32 тонн. Почти 33 тонны золота только. Только золота. А когда вы почитаете вот эти, то вместо скажут, а серебро там вообще ни за что не считалось. Это копеечное государство почти 33 тонны золота получало в год. О! Чувствуете? Ну, это ли не идеал жизни? Ну, скажите, ну, найдите другой. Да нет его другого выше. И поскольку он будет объявить себя Христом, то, естественно, он будет требовать божественного поклонения никакого нибудь, поэтому находим откровение такие слова «И даны были ему уста говорящие гордо и богохульно». Богохульно в каком смысле? Я Бог, а не то, что вы о каком-то Боге думаете. Это богохульство. «И дана ему власть действовать». Вот 42 месяца, ну, кто знает, может быть, действительно, это 42 месяца в нашем исчислении. Может, это что-то другое, но это не имеет значения. Скорее всего, что это будет реальная цифра, потому что земля не может долго продержаться при этом полном сатанизме. Я обращаю ваше внимание, слышите? При полном сатанизме религия станет сатанизмом. Религия произойдет отречение от Христа Иисуса. Он станет объявить себя Христом. Противостояние, противопоставление, богохульство начнется, и люди будут кланяться этому богохульнику. Культ сатаны, он уже давным-давно существует, и сейчас, как вы видите, ясно, откуда все эти программы по телевидению, развратные, кровожадные, вот, и прочее. Ясно, кто их может составлять такие и вещать? Ну, понятно же, кто. Порядочный человек не может этого делать. Значит, ясно, из какого культа исходит всё это. Так вот, будет откроется эпоха сатанизма. То есть, уже не выдержит мир долго этого. Поэтому, скорее всего, надо предполагать, что действительно, это будет всего эти 42 месяца, то есть, три с половиной года. Ну, и такой очень сильный последний признак, по которому можно будет судить, судить, что мы можем поздравить человечество уже. Это скажет мир и безопасность. Наконец! Всю историю только и думали. и когда же только мы создадим мир и безопасность человечества. Вы слышите? Всю историю. Сейчас посмотрите, где они, мир, где безопасность. И вдруг, наконец, одно мировое государство. Слышите? Одно! Некому воевать друг против друга. Более того, никакие заговоры невозможны. Ни восстания, не революции. Абсолютно всё исключено. Никаких преступлений не будет, обращаю ваше внимание. Никаких малейшее нарушение закона будет караться так, что никому больше и в голову не придёт. Всё полная власть. О! Мир, безопасность, законопослушность полная. Всё, что хотите. И тогда внезапно постигнет пагуба. Вот я не мог удержаться, чтобы сегодня поговорить об этом, поскольку наша тема очень серьёзная. Тема о спасении. Вот чем кончится это спасение в кавычках. Апостол Пётр сказал об этом. Земля и все дела, которые на ней сгорят. Причём предупредил, что уже потопа не будет, а именно сгорят. Это очень любопытно, кстати. Ну, с чего бы? Ну, сказал бы ещё второй раз всю Землю закроет вода. Нет. Нет, отверх. Сгорят. Неверно. При том направлении, ну, верно, в каком смысле мы можем предполагать, при том направлении развития, научного развития, научно-технического, мы видим, что, скорее всего, это дело идёт именно к этому, а не к чему-либо. В конце концов, кто-то должен же броситься с крыла храма, чтобы ангелы его понесли. Броситься должен. Броситься, не в прямом смысле, переносном. Какое-нибудь потрясающее чудо устроить космическое. Ну, трудно, в общем, гадать можно сколько угодно, в результате чего земля и все дела, которые на ней сгорят. Вот, видимо, поэтому, наверное, и будет это вдруг пришествие, второе пришествие Христа, вдруг, как сеть на лицо земли, во мгновении ока, как молния. Вот эти все, смотрите, какие признаки указываются там. В связи с этим хотел бы сказать. Ну, посмотрите уже, сколько за Христов себя выдают. Боже ты мой! Как там этот, который воскрешать-то в Беслане хотел? Грововой объявил себя Христом. Господин Мун, Мун, Мун объявил себя Христом, недавно скончался, бедный. Виссарион, опять Христос. Вы думаете, это все? Нет! Одна же ко мне приехала женщина, сначала дочка, потом вместе приехали, что она нашла Христа, второе пришествие Христа. И сколько их будет? Это несмотря, что в Евангелии с такой категоричностью прямо сказано. Христос предупредил, прям, остерегайтесь, предупреждаю, скажет вам вот там или вот здесь, в пустыне или в городе, в потаённых комнатах, не верьте, прям. И вот, несмотря на это, опять начинаем. Как молния его пришествие, второе пришествие Христа будет. Очень возможно, судя по этим вот всем местам, что это будет связано с последней страшной катастрофой на земном шаре, когда земля и все дела, которые на ней сгорят. Так что, это, кстати, о чём ещё говорит? Не надо думать, что мы услышим, пришло пришествие Христа и подготовимся. Сбегаю в храм и причащусь сразу. Ну, как же тут-то уже, ясно, уже второе пришествие, Христос с ангелами, всё. Оказывается, не будет времени. времени не будет. Раз и всё. Ну, какая-нибудь цепная реакция, наверное, сверхмощная и будет. Я же вам говорил тогда, помните, когда атомную бомбу-то изобрели? Оппенгеймер-то всё-таки решил взорвать атомную бомбу. Хотя многие его коллеги удерживали. Обожди, рано, вдруг цепная реакция начнётся. Нет, трудно было удержаться. Трудно. У детей одни игрушки, у взрослых другие, но тоже игрушки. А как же в игрушку не заглянуть? Это уже, это высший сил человеческих. Ну, вот так. А о том, что сделал Христос, мы с вами поговорим. Но почему я не хочу сейчас сразу говорить? У меня есть причина, и я сейчас вам её я вам скажу. Для того, чтобы сказать об этом, мы с вами поговорим о следующем. Сейчас я вам целый план всю на перспективу жизни, сейчас вы будете всю жизнь заниматься. Целый план вам. Во-первых, ведь когда мы говорим о спасении, то мы же должны сказать, а что за погибель? Спасают, кто в гибели находится, не правда ли? А что за погибель? Что случилось? Нельзя же отделаться какими-то словесами там. И вот нам с вами придётся, придётся чуть-чуть посмотреть. Быстренько, это даже сегодня некоторые вопросы рассмотрим. Кем же был человек сотворён, как его была природа до грехопадения? Что такое за грехопадение? Что произошло с человеком с природой, с природой после грехопадения? Мы же должны понять, о каком спасении будет идти речь. Это первый вопрос. Дальше. Мы говорим после грехопадения. А что такое грех? А что такое грех? Кажется, это такое простое. Уж самое возлюбленное наше, кажется. Уж ближе для нас ничего и нет. И тем не менее приходится рассуждать о том, что такое грех. Правда, интересно? Но добродетель бы, вот спросили, что такое? Я бы тут начал бы ёжиться и не знаю. что это такое? В своей жизни с собой никогда этого не происходило. А вот с грехом пожалуйста. Пожалуйста. Вот уже в обнимку. Что такое грех? Стоит об этом поговорить. Потому что, оказывается, на первый взгляд, что-то простое, а требует тоже некоторых внимания и понимания. грехом. Потому что знаете, сколько настроено? Ой-ой-ой, какие грандиозные вавилонские башни! Если возьмём, так называемый, первородный грех, а грех рода, да и личный грех тоже не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Ну, если нам удастся с этим разобраться, а надо будет попытаться, конечно, это сделать, то дальше, вот тут-то мы с вами уже приступим уже почти вплотную к нашему главному вопросу. Ведь христианство утверждает, что для спасения потребовалось Боговоплощение, что это значит? Мы сами говорили там о разнице с языческими богами. Нет, а здесь-то что? Что значит Боговоплощение? Как это понять? Какую природу принял Христос человеческую? С чем соединился? Я вам скажу, вот так кажется просто, на самом деле, если бы вы знали, какие баталии тут разыгрываются. Ведь нам, книжникам, нет ничего милее, как поспорить. Какую природу принял Бог слово? Первозданного Адама или согрешившего Адама? Ох, какая красота! Правда? Тут мы друг друга изрешетим. Но придется поговорить, попытаться сказать. И до сих пор это все ведутся эти войны. Наконец, поговорим тогда уже о жертве Христовой. Что она значит? Что она значит? Что это такое искупление? Выкупил? У кого-нибудь, да? Интересно, у кого? Выкупил. Ну, наверное, у дьявола. А, значит, дьяволу принесена жертва, да? Да? О, как? Это что такое? У Бога выкупим. Он выкупил. Так зачем же у Бога выкупать? Слава Богу, если у Бога были уже, не надо и выкупать. Что такое? Как понять, что такое искупление? Что сделал Христос? Опять те же вопросы. Что изменилось? Я вам скажу, это центральный вопрос христианской веры. Слышите? Центральный вопрос, с которым связан очень серьёзный вопрос. Кстати, вот я просто скажу, вот с мусульманами я встречался, они прямо задают вопрос, зачем крест? Зачем страдания? Аллах разве не всемогущий? Какой же он тогда Бог? Зачем крест? Разве он не мог просто спасти людей? Правда? Если мы не можем ответить на эти вопросы, что такое искупил? Что такое спас Христос? Зачем крест? Это центральный вопрос. Если хотите, это всё христианство здесь, в этом заключено. Если здесь мы ничего внятного не можем сказать, не можем этого понять, тогда всё прочее, знаете ли, как зыбкая почва, как водичка. И это центральные вопросы, которые должны быть особенно серьёзно осмысленны, осмысленны, да, показаны, и которые мы могли действительно предложить каждому вопрошающему. Зачем это? да. Вот так. Ну, потом поговорим и о других вопросах, которые также очень важны. Это вопросы, связанные уже с тем, ну, с тем, какое следствие этой жертвы Христовой. Именно, если хотите, это ответ на вопрос, что он дал, что он сделал, что такое спасительное произошло в связи с его жертвой. Да, это вопросы о церкви, это вопросы о таинствах, вопросы, которые в высшей степени важны, и вот без их понимания опять-таки можно далеко уйти. Вот так. Церковь, таинства – это очень важные вопросы. Ну, и потом просто мы с вами, может быть, сделаем некую завершающую из этого завершающий этюд такой. Всё-таки мы же должны в конце концов сказать. Ну, а с какой стати вы считаете, что христианство является истинной религией? С чего это вы взяли? Вы так верите? Ну, пожалуйста, верьте. Ну, и верьте. Ну, мало ли кто во что верит? Значит, это ваши просто субъективные отношения и больше ничего. Так вы родились, так вы воспитались, так вы попались, да? А может быть, вот Мун как раз был и прав. Вот так. почему христианство истинная религия? Друзья мои, этот вопрос сейчас в высшей степени важен. И вы понимаете, почему? Понимаете? Когда начинается такое месиво, когда начинается такое смешение всех религий, когда идёт прямая попытка создания одной универсальной, если хотите, религией, универсальной, всеобщей, в которой бы все эти догматические истины, они просто ничего не значили бы. При чём тут все эти истины? При чём тут Христос? Не важно, во что вы верите. Главное и начинается то главное. и эти вещи, которых можно сейчас услышать, ой-ой, сейчас я вот в Риге был, мне дали небольшой материал о медитации, международное общество медитации, да, которое, которое устроено католическими идеологами, католиками, да. И, в общем, тут мы идём, оказывается, очень далеко. Я, может, вам найду времечко немножечко, это кое-что, по крайней мере, несколько моментов отмечу, перед чем мы с вами сейчас стоим.